теплый тут еще теплее, горячее чуть-чуть тут контакт горячий, можно держать нельзя вот я тут оставил намного времени подождать, чтобы посмотреть или что греется, так вот он где-то уже 15 минут как их включен на эти лампы и на этой нагрузке транзисторы комнатной температуры, этот уже чуть теплее комнатная температура, этот холодный в комнате где-то 17-16 градусов, так этот холодный, еле-еле теплее, он не холодный чем моя рука, моя рука где-то 37 град, 36 градусов, так он холоднее моей руки тут транзисторы ERF640N, а тут ERF3205 подделка из Китая, из Алиэкспресс вот тут еще поставил, вот резистор 0,1 Ом, при токе 5 ампер на нем будет выделяться 2,5 Вт, тут который в среднюю точку идет, чтобы не перегорели транзисторы, если какой-то бросок тока сильный произойдет или что-то, чтобы оно их спасло, не знаю насколько он тут помогает, но вероятно немножко помогает, он горячий, употребляемый ток 3,6 А где-то, или 3,5 где-то, трансформатор Тесла поставил полевой транзистор, П-6 НК-6 60 за 600 Вольт, где-то, 1 Ом сопротивление. Ну. Прикольно. Так. Ну. Ну. Горячий. Это партизатор tracosa проводя, так что 4 кГц, тут уже скважинность 50%, на одном плече даже выше 50%, потому что эта схема такая наша. При 16 кГц будет меньше, чем выше частота, тем выше скважинность. А24,52 кГц, его скважинность, 50,1% на одном плече, на втором. Могу попасть в рекоммуникатор. На втором, 49,4%. Напряжение еще померить можно. 26,42 вольт. Продолжение следует. Я тут поставил. Тут стоит 12Е, это значит 12 Ом резистора для снабера. И тут параллельно два конденсатора. 2,2 нанофарада и 4,7 нанофарада. На соплях все держите. Не на соплях. На проводках. На прутике. Катер на полевом транзисторе я проверял, или он с микросхемой работает. Вот он с микросхемой тоже не запускается. С этой схемой еще покажу. Такая схема. Такая схема. Вот вместо этой перемычки, у меня стоит 50 Ом резистор, иначе если будет тут поставить перемычку, тогда этот транзистор будет греться сильно. А если вот с 50 Ом резисторами поставить вот тут эту микросхему, тогда у меня не запускается катер на этом транзисторе. Никаких пачек нет, он вообще не запускается с этим транзистором. Когда стоял вот этот 2С5200, тогда катер с ним запускался. Но он постоянно работал. Полевой транзистор вообще не запускается. Поэтому я убрал эту микросхему. Теперь он запускается. Но еще такая особенность, что на пылевом транзисторе намного сильнее кача работает. Вот с этой вот катушкой, когда вот эта подключена была, такие вот длинные растягивались. С тем транзистором таких длинных не было. подключены. Вот я подключу качер. Вот запятули. Постоянно рвут. Вот на селографе что видно. подключу качер. Подключу стиллограф. Ближе вот тут. полил ее. Могу зацепить. Вот тут. подключу качер. Вот. Теперь. больше на синус похож. Вот при разной развертке еще разная синусоиды. вот я подключил антенну. Вот. Теперь частота будет еще ниже. Где-то 800 кГц. Качер будет много потреблять. Нет, что-то не очень. Теперь посмотрим какая будет. О, совсем слабенькая. Это видимо потому что тут подключен этот индуктор. Когда этот индуктор вот не был подключен, она такая очень длинная растягивается. Ну и может что нагрузки горят, у них сопротивление больше. Когда не был индуктор подключен, тогда их, они были холодные. Их было больше, меньше сопротивления. И тогда все меньше в нагрузку уходило. Когда прикоснуться ярче лампочки загорели. Вот. Вот заземление идет. На такую пышку. там 25 метров. Вот. Возьму 5 метров заземления. Потолще провод. Подключу на минус. Вот лампочки ярче загораются. Потребление растет. Это видимо качер начинает больше потреблять. Вот если я пышку отключу. Вот. Плюс отключил. Средние точки. Включаю качер. Вот он потребляет 1,3 ампера. Теперь включу заземление. Потом больше начинает потреблять. Вот такая сиусоида. сиусоида. Причем тут вот параллельно стоит конденсатор. И ни индуктор не заземленный, ни граната не заземленного. Вот провод, который можно заземлить либо то, либо то. Какое-то залипание происходит. Они вот ярче начинают гореть. Отключу качер. С качером они наоборот притухают. Видимо это влияет на чистоту пушкула. И выходит. Пушкул от резонанса уходит. Поэтому они притухают. От наводок. Пушкул от резонанса уходит. Я подключу частоту, чтобы снова идти в резонанс. в резонанс. Может качер немножко напряжение просаживает, поэтому притухает. может скважинность уменьшает. Вот отключаю качер, ярче горят. Отключаю слабее. Отключаю слабое. Отключаю слабое. Отключаю слабое. Извините. Сейчас в землю один конец. Катер вообще не горит, работает, но очень слабо. Видимо, что это за заземление скручено в катушку, и она длинная, поэтому он не может нормально работать. Вот, если подключу, то покороче заземление, не скручим, а там он в ночных... ой, я плюсы подключил, зашкаливаю не пошло. Вот, подключаю, теперь потрепление даже падает почему-то, лампа пригасает. Попробую зацепить в него, посмотрю, как начал работать. Вот он уже ярче горит, лучше начал работать. Вот и искры появились лучше. Попробую зацепить. А через антену даже шпарит. в палец. Попробуй зацепить... подключаю. Чисто так где-то 800 кГц, чтоб не было сравнений, но проверим. Вот, 679 кГц. Я тут прикрутила этот вот. Так, снобер немножко тёплый, второй снобер, у снобера резистор, то есть тоже немножко тёплый, очень слабый. Индуктор чуть менее горячий. Ну вот, каких-то там существенность прибрал. Тут ещё запустил на такой катушке сделал. Покороче. Всё равно катчер получился очень сильный. Даже когда один, два, три, четыре. Около четыре витка на. То ли пять, то ли четыре витка. Вот тут заземление я всё размотал. Когда разматывал на определённой длине, как-то у самого конца. Так притухало всё. Катчер притухал. Так. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...